Судоводство для избранной судьбы. Лаконичность величайшая. Эта книга, это те две уникальные книги, потому что во второй книге есть две Нобелевские премии, скромно, но с вкусом. Первая книга для новичков, прожевано всё, а эта лаконичность невероятна, тут осталось учебник написать, уже не тайный, это понятно, само собой. И вот это красивое название мы придумали, Судоводство для избранных судьбой. Увы, не для всех, ребята, не для всех. Арсен это понимает. Всё-таки, Арсен, вы кто образовали? Как не спрошу, инженер-строитель. Много таких вот педиперословых жевер. Это нам суждено Судоводство поднимать, а не теми резюком. Вот оно во всех видах. Вот так надо научиться. Вы думаете, так просто? Вы попробуйте вот так вот сделать, чтобы всего два движения было, справа и слева, то есть с двух сторон. Вот этого научитесь, и у вас будет приживаемость такая, как у меня. Итак, раз уж мы заканчиваем собирать деньги, бесконечно не можем. Не можем. Может, ещё кто-то. Ну, почему нельзя? У кого-то зарплата, есть такие москвичи, давно хвастаются, что у кого-то 100 тысяч, у кого-то 200. Ну, возьми ты 10 книг, оплати, потом подари всем своим. Отнеси в библиотеку книгу. Вот, ты же этим украсишь мир, ты же этим свой вклад сделаешь. Я на это потратил, не просто около 40 лет. Нет. У меня не было ни выходных, ни отпусков, ни санатория. А тут всего лишь 2-3, одну книги, 5-10 заказать. Потом отнести в школу, отнести, сказать, биологу. Давайте, люди, может быть, всё-таки среди них найдётся несколько будущих Мичелина. Или Латинковых, или Боднеров. Вот, видите. Читайте уже сами. Отправляю в Астроценко. Собираем средства, напишите на новой книге. Вы знаете, что эти книги, сколько их там, чуть больше тысячи. Это книга, которая делала на Ближской премии, только она простым языком написана. Записки за черным садоводом. Но я не продали до конца. Вот. И не заработали ничего. Нет, чего-то. Сами знаете, сколько стоит полиграфия. А что осталось поделить на двоих. Я не плачусь. Нет. Придёт время, книги будут стоить уже не 600 рублей, а 600 долларов. Учитывая их ограниченное количество. Вот. И... Это уже сами читайте. Пожалуйста. Цены. Цены. Вот. Тут автограф упоминается чуть дороже. Но я тут ни при чём. Я с вас... Я высылаю книгу автографа бесплатно. Лично я. Поэтому... Не принимай никаких упрёков, что я на вас зарабатываю. Автограф для меня – это гордость. Если у меня просят автограф, значит, я чего-то стою. Все вопросы по Альтраценко. Потом найдёте, потом прочтёте. Личное сообщение. Вот и вот телефон. Вот и вот Берганский счёт. Всё. Проехали. А это уже я пишу. Друзья. Распространите эти ссылки по книге по всей России ещё шире. Её никогда не признает официальная наука. Ребята, если бы вы знали... Я раньше думал, что это всё какие-то придурки изобрели. Вот эти смертельные приёмы. Вот эти вот лишние ветки. Ой, Господи, дальше... Переселять уже с это... Всё. Даже живицу признали эту болезнь. Это идиотство невероятное. Вот. А потом оказалось. Кандидаты, 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 кандидаты. Они везде светятся. В статьях, в этих... В учебных этих... Фильмах, на этих каналах. Бобёр, усадьба. Ещё есть несколько каналов. Ну, что же творится такое? Я-то думал, это придурки изобрели. Только мы сами способны возродить садоводство. А пока... Всё понятно, нет. Торговцы ядами торжествуют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok